Татьяна в будущем планирует обучать сына Григория неподалеку от их дома, в школе на пятой просеке. К новому социальному объекту требуются и качественные подъездные пути. Городские власти по инициативе жителей внесли этот участок на следующий год в перечень ремонтируемых по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Удобно ходить, дети будут. Даже не то, что на машинах, все равно дети будут спускаться здесь, потому что осенью здесь будет грязь. Если не сделать дорогу, то в принципе не было дороги, поэтому ее нужно сделать. Перечень дорог, которые планируют приводить в порядок в наступающем году, сформирован. Городские власти опирались на мнение жителей, обращение общественных организаций, предписания органов ГИБДД, учитывали интенсивность движения общественного и личного транспорта. Учитывались планы ресурсников, чтобы выполнять ремонт там, где перекладка труб в ближайшее время не потребуется. Акцент в выборе участков сделан на те территории, где ведется строительство или реконструкция общественно значимых объектов. Например, комплексно отремонтируют дороги возле будущего филиала Третьяковской галереи. Преобразится улица Луначарского от Новосадовой до автобусного проезда. И участок проспекта Масленниково. Работы намечены на начало 2021 года. На двух объектах на Ленинской и Арцебушевской комплексный ремонт продолжится. Изменения ждут и проспект Кирова. Еще 25 объектов планируется отремонтировать большими картами. В числе них – Южное шоссе. В связи с тем, что объект с высокой нагрузкой идет, то есть там осуществляется большое движение как грузового, так и личного транспорта граждан, запланирована работа именно по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части Южного шоссе. Также хочу отметить выполнение работ по ремонту проспекту Кирова с путепроводом Кировский, который также требовал к себе внимания. Всего же приведут в порядок 32 объекта. Это почти 50 километров самарских дорог. К ремонтным работам традиционно приступят, как только позволит погода. Елена Малютина, Сергей Баскин. События.